добрый день дорогие друзья после длительного зимнего перерыва мы вновь в студии начались футбольные выходные значит и передача натуре открывает свой весенний сезон студии михаил меркулов максим киселев и наш сегодняшний гость который будет нам помогать разбирать все матчи еврокубков и западной лиги руководителя и главный тренер футбольного клуба феникс 9 и феникс 99 сергей логинович стеблецов спасибо что пришли с вами всегда есть о чем поговорить о футболе вы высказываете очень интересные мысли поговорить у нас действительно есть о чем я предлагаю начать с еврокубков потому что в любом случае это важная стезя любого округа да мы представляем запад еврокубка кубок of l у нас достаточно широко обширно представлено западными команды ну начнем с его из вашей команды вроде бы ничего не предвещал изначально никакой беды потому что мы видели спартак тушина вроде бы так скажем неровня вашей команде соперника по идее должны были проходить и вроде бы все прошло у вас выходные благополучно но вдруг мы обнаружили буквально перед эфиром что записано техническое поражение недолго думая начали разбираться вот и ваш комментарий скажем так мы тоже приятно были неприятно были удивлены это же сегодня это обнаружилось к сожалению оказалось то что у нас наш игрок вадим пронкин играю в 2017 году за команду него получил в одном матче против авангарда две желтых карточки на 45 минуте был удален соответственно игру он следующую пропустил но как оказалось имела все продолжение да он получил дисквалификацию который в принципе не знал него ни команда него как выясняется да с руководителями мы встречались общались сегодня вот поэтому что там было после матча что говорил кому говорил пока это непонятно разбираемся но игрока нашего как бы дисквалифицировали до информации в том числе на на сайте как бы охл этого не было и сегодня общался с господином павловым достаточно скажем так неоднозначный был разговор у нас потому что призывал руководителя кбк посмотреть все на сайт там все написано читать все изучать но вопрос в том что не все там написано и не все проинформировано на сайте на сайте команды феникс 9 и конкретно на этом игроке не стоит никакой информации о его дисквалификации поэтому соответственно безусловно если бы мы знали о том что он дисквалифицирован нас на игру приехал 19 человек но какой мне смысл было выпускать ну согласен поймите правильно даже если скажем так я таким вещами занимаюсь собственно говоря имидж на команду это все негативно скажется мне это не надо нам это нам это не надо однозначно мы и так выиграли тем более что соперник мы изучали мы его смотрели мы знали как он играет всю статистику мониторили игры видео я сам лично смотрел алексей сергеевич медведев тоже изучал соперника ездил смотрю на игры поэтому мы достаточно обладали информацией понимали с кем мы играем и против кого мы играем поэтому ну вот еще про разговор с павловым да что чем мотивирует он просто смотрите на знаете вы знаете мне его аргументы достаточно скажем так не понравились да мы будем разбираться продолжать общаться уже с руководством лиги потому что скажем так вот такой подход по моему мнению фиктивный да то что смотрите там все написано досмотрим да скажем так для может быть для него это первый случай не первый случай для нас это первый случай и тем более ситуации я повторю неоднозначно потому что в 2017 году поднять документы о том что что там было чего там было нет на сайте есть две желтой карточки все которые переросли в красный он следующий матч пропустил появляется потом какие-то непонятные записи я даже знаете по себе я сам с этим столкнулся в этом сезоне когда меня в первой игре нашей кубковой лфл против беды за вопрос судье когда скажем так было поставлен пенальти уже допущено было перед этим большое количество ошибок судейский я задал вопрос за что вы получаете деньги мне меня попросили покинуть поле хотя я был заявки не показали мне красные карточки потом выясняется что я вывущу и дисквалифицирован поэтому и информации ты тоже на сайте нет ни и не было ни у меня не то есть это это появилось и сам самое неприятное то что если скажем так игрок дисквалифицирован команду скажем так оштрафовали путем защита защитов и техническое поражение об этом информация получилось мы узнаем сами не лига не уведомил да но пдк должны были хотя бы какое-то уведомление прислать и обозначить свою позицию да по данному факту и самое еще скажем так тоже неприятное которое тоже вызывает много вопросов почему о том что игрок дисквалифицирован сегодня появился только на сайте феникса 9 висит до дисквалификации что бронкин у нас теперь уже дисквалифицирован не на три игры на 5 поэтому это тоже непонятно немного вопрос ну да так один упал да и скажем так и вообще у меня вопрос по его отношению к разбирательством потому что по той же игре с бедой по его же рекомендации было направлено письмо разбирательство до вели ответа по сей день я не получил хотя сам обещал прислать свое мнение высказать по тем эпизодам по которые у нас вызывали сомнения доподлинное по каждой минуте было расписано и по моментам было описано какие вызывают вопросы поэтому вот этот формальный формализм в таком вопросе да я понимаю судейская такая стези она очень сложная она неблагодарная и достаточно там постоянно один негатив но если ты возглавил такое нелегкое поприще будь добр держать ответ и будь добр как бы соответствовать той должности который ты занимаешь в принципе аргументы более чем нам понятны и плюсы у человек запасливались в любом случае да мы родим болеем за западных людей вот но всей полноты картины у нас нету да поэтому есть мы тоже можем лишь гадать и так далее общались вы с артемом до смирновым так же было да а тем юрьевич о чем он говорит потому что у него что же наверное итог наверное только фактическое ждут нашего завтра обращения в комитет апелляцию мы завтра подаем апелляцию мы нанимали юристов сегодня было беседы с ними встречались общались все документы сейчас в работе завтра мы должны отправиться официально наши пожелания наши хотелки позицию нашу позицию до нашего клуба как мы это видим как по нашему должно быть тут еще такой вот момент хотел уточнить а я так понимаю что это вообще не от спартака тушина то есть не от соперника вы знаете самое интересное самое любопытное да что это вся информация шла не от соперника до не от главного судьи соревнований потому что протокол был заполнен да и не вызывал вопросов дмитрий ерешов да дмитрий ерешов причем очень здорово как бы отработал этот матч несмотря на то что он судья запада вот пенальти он нам поставил поэтому это само за себя говорит в наши ворота в наши ворота да в их не не поставил кстати но исходила вся эта инициатива вот бокового судьи как выясняется а видела тот который 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 как раз северо-запада но вообще по регламенту насколько я знаю судьи были не имели права допустить игрока если они видели заранее что в заявке дисквалифицированы поэтому с учетом того что я повторюсь у нас было заявки 19 человек наверное я бы убрал ну да но я мне кажется что если бы дмитрий ерешов видел что вычеркнуто он как минимум бы ну обозначил скажем так ершов никогда не скажем так не был замечен в какой-то подвости достаточно достаточно порядочный насколько рассудитель действительно достоин звания судьи поэтому вряд ли я думаю что он знал эту ситуацию и умолчал а протокол вот видели последний раз точнее когда его видели последний раз при заполнении ну то есть еще никакой не было да интересно будет тем более что два дня на сайте я каждый день заходил да я честно заходил с желанием посмотреть кого определят нас лучшим игроком очень хотел чтобы честно скажу выбор пал на андрея моисееву потому что он действительно здорово провел матч вот и сегодня до сегодняшнего дня никаких фотографий не было и сегодня случайно обнаружил для себя такую неприятную информацию технически ну скажем так него не унываем в любом случае как бы ситуация не развивалась впереди в любом случае есть второй матч который дома поэтому ну просто и будем так что будет два интересных матча впереди cdn следующий матч как раз будет с по таком туши но спартак поступил последний получается но пока мы пока мы говорили в любом случае у нас сошли голы и нарезки вашего матча до зрители посмотрели если представить что еще там 5-0 так останется до во втором матче на сету не там же и забить реально 6-0 вы знаете абсолютно реально я говорю по сопернику без всяких шапка закидательств по причине того что мы и там играли первым номером эта команда не играет первым номером она от обороны кладут автобус своей штрафной и за пределы штрафной практически не выходит изредка да то что мы получили гол учились пенальти за определенной расхлебанности потому что несколько моментов перед этим не забили и соответственно этот эпизод привел к зарабатыванию пенальти выпустили игрока и соответственно пришлось фалить с пенальти забили поэтому атака по голам да у нас первый гол очень шикарный как бы забил антон кударев со штрафного со своей рабочей левую поэтому в оба в дальней от дальней штанги очень был красивый гол на самом деле да и в принципе все ребята молодцы все боролись мне понравилось я считаю что я не делаю даже трагедии сейчас как будет так оно и будет как решение сам факт того что в кдк надо что-то менять однозначно потому что это неправильный подход и еще раз повторюсь ну а по игре мы настраиваемся на игру и я уверяю обязаны обязаны проходить двигаться дальше нам самим интересно попробовать я надеюсь что не хочу бежать максима колычука но хотелось бы сыграть с дк ну шансы конечно они все равно на стране феникс идеи дамы носишься но честно говоря я вот поражен уверенностью сергей владимирович да вот приятно удивлен что даже несмотря на эти обстоятельства до объективно которые вот это негативное обстоятельство возникли все равно присутствует вот в ваших словах да не поддельная уверенность своей команде несмотря даже не забывай что все-таки соперник позволяет быть уверен да если например вместо дк 05 получить наверное это все-таки сложнее отыграть до чем все-таки спартак тушен и при всем уважении к этой команде да конечно но я так понимаю что там настроил уже команда на разная про вот и как как вот сейчас что то что какая атмосфера в команде царит если это не внутренняя кухня которую нельзя раскрывать то есть как вообще ребята на это реагирует скажу так атмосфера следующий ждут не дождутся матча с цдн потому что скажем так заноза сидит после финала после финала да и больше всего она еще усугубилась она еще глубже вошла после информации которая появилась от цдн что команда по окончании сезона закончится существует поэтому здесь еще больше вопросов между очень много как для ваших команды событий интервью конечно безусловно не соглашусь немножко в отношении того что мы там выпросили этот второй гол мы не выпросили 2 гол там не выпросили это удаление на самом деле эти желтые карточки напрашивались изначально еще и в первом тайме просто судья после такой зажигательного общения с альбертом осколковым начал как-то более лояльно цдн не стал раздавать как бы дарить карточки налево направо вот а так вот эти все отбросы мяча обратно чтобы вернуться но это все понятно это футбольная хитрость но это все равно желтая карточка мне даже не про желтой карточки было интересно когда он сказал что в принципе феникс 9 не доставлял проблем я не скажу что проблемы мы сами себе я не соглашусь с зураба потому что все таки до конца не знал ситуацию какая у меня обстояла перед игрой поэтому мы сами себе создали проблему и мы да мы шли к этому финалу больше того конечно очень хотели выиграть безусловно но проблема в том то что днем ранее получает тяжелую травму игорь корнеев наш защитник который надеюсь в следующем сезоне будет на нас выступать получает травму в игре слчо игорь каратаев подскользнулся в уши сильные плеча да у него между прочим он был признан одним из лучших игроков матча и мы теряем еще александра солдатова то есть в принципе в середине поля тоже достаточно такой моторный игрок плюс непонятная ситуация произошла с ребятами из представителями команды титан до который за нас выступали на земле кубки ульяненко и комисов которым было запрещено выступать за нашу команду вот но ульяненко достаточно давно друг друга знаем поэтому невзирая ни на что он сказал что он приедет и он приехал он бился на глазах александра зуева поэтому тебя запрещено чем регламент это дозволяем решение было решение руководства титана возможно здесь сказалось то что команда титан играла вечером с тяжелую игру с транс-контейнером но просто вопрос вызывает то что комисов в этой игре минут семь отыграл потому что я у нас была игра второй команды немножко понаблюдал игру интересующего меня игрока поэтому скажем так был удивлен я конечно поражаюсь ульяненко куда это человек вообще вот он захотел он пошел играть да то есть ему не ему вообще мне кажется бесполезно ну что-то запрещать и говорить ну понятно что у меня есть ценности и так далее но если он согласился играть да например он будет играть да если он дал слово то он будет его держать неважно кто чего там как мне это не немножко другое потому что это не то что как бы он захотел он он дал слово держит надо и до комисов не давал никаких слов поэтому критали никаких претензий мы благодарны и я поближе с ним познакомился да я получил интересующую для себя информацию по нему делился с ней зуем александром поэтому двигаемся дальше у ленька да он дал слова и вот возникает вопрос александр зуев приехал наверное над купарк убедиться что ульянников все-таки не выйдет на поле не знаю или все-таки так сдерживать его что подожди подождите сергей вадимович карлыкович ждет на сету не поберегись в этом эпизоде в этом моменте ну конечно такая интересная ситуация да но ульянников как как футболист и как принципиальный человек для себя в данном случае проявил но он всегда может и на решение принял да да за это мы благодарны за это ему отдельное спасибо давайте давайте поговорим еще о матчах которые были где наши команды принимали участие трансконтейнер ездил на север к динамо вот и динамо обыграла трансконтейнер со счетом 2-0 игра получилась достаточно такой вязкой упорные ну каждый мы ставим динамо забила по забитому мячу но трансконтейнер после выхода с зимней паузы просто проваливает игру если видели 0 4 от титан видео 0 2 от динамо то есть 0 6 за два матча причем игры ну важнейший титаном за возможно за тройку даже а динамо но это принципиальный соперник из севера вторых все-таки первый матч вы знаете мне кажется просто на самом деле скорее всего сказывается у трансконтейнера отсутствие игровой практики возможно они просто не играли еще в этом сезоне потому что все-таки тренироваться тренироваться официально поэтому и сказал потому что удивила на самом деле игра очень легко по моему мнению титан выиграл и если я согласен и по игре с динамо динамо при всем уважении да это север да это сильная лига но все-таки по уровню игры который показывал трансконтейнер в начале сезона даже не в начале давайте так до паузы до паузы до зимней паузы да то есть принципе трансконтейнер это очень сильная команда да они нам предлагали в межсезонье провести товарищескую игру но к сожалению мы я сразу обозначил что у нас первого числа будет финал это было обращение в начале когда у нас началась в стадии 1-8 финала поэтому может быть с этим и связано то что не вошли в сезон еще пока но все равно команда очень сильная туда перешел один бывший игрок нашей команды никита лапин тоже достаточно сильный защитник проигравший фонаре я хочу еще вы если позволите все-таки защиту трансконтейнер сказать что команда динамо все-таки неудобный соперник для трансконтейнера они сами играют в этот вязкий футбол в оборонительный футбол на севере они восстановились бронзовыми призерами у них как известно выступает кирилл орлов да который очень в ежовых рукавицах держит свою команду да там есть сильные защитники частности илья чижиков он с терминатором выигрывал лигу чемпионов сам кирилл орлов играл в российской футболе пример лиги и там то есть там просто такое идет моральное давление на за все от обороны от печки строить до что динамо держится вот в лидерах не имея там наверно каких-то суперзвезд составе есть конечно добрёт на хорошие игроки но они всегда вот где-то вот в топе севера держится и у трансконтейнеру наверное с титаном понятно ну если согласен что очень легко проиграли вот нос динамо вот мне кажется неудобный в частности прошлый розыгрыш до четвертьфинал вспоминаю тоже было очень тяжело 00 на сету не там 12 то есть все вязка там еще и гришин кстати вратарь у динамо очень сильный да несмотря на все удивляются габаритом там веселый молочник да смеются называют но на самом деле хороших всегда вратарь вратарь сборной это у него профессионально мини-футбольное прошлое то есть это очень неудобно для трансконтейнера и наверное для многих команд вот которые и то есть по сути трансконтейнер били его же как его же даже оружием да абсолютно верно переиграли просто него же нос конечно там контейнер со счетов мы не снимаем да не ждем ответ на встречу счет который если я настраиваюсь отыграть 50 я думал что утром команда уровня трансконтейнер должна собрать но динамо все-таки со другой сагет но я подытоживаю транс контейнера можно не пропустить насильно но вот с атакой тревожит меня в последних матчах крылов не забываем что есть даст со стандартами и конечно мы большие одежды на матча не забивать это это кает звонок ну это конечно да это уже такой второй второй звонок как в театре да не было бы третьего вот ну так мы большие надежды кстати на севастьянова до возлагали и по и продолжаем возлагать на нападающего но пока к сожалению да подождем еще один северный матч это цдк-портер вы обмолвили что при всем уважении к максиму ковальчуку да хотелось бы сыграть цдк здесь цдк одержал хотел сказать дежурную не знаю поправить можно ли так сказать дежурную победу над портером 42 ожидаемую точно скажем так она победа ожидаемо было но дежурный нельзя назвать потому что все-таки еще до последнего было 32 да и у портера насколько я знаю не было двух питерских мальчиков было только два приехала из четырех или шести еще двоих двоих сильных не было за счет которых принципе получают они результат поэтому в этой игре если честно еще пока тоже не ничего не решено поэтому здесь тоже надо ждать приезд сюда здесь и не догадались здесь ответ на зад поэтому сюда приезд наших звезд да и всех известных поэтому плюс цдк немножко все-таки потеряли там травмирован аудонин и игра очень принципе сейчас цдк зависит от алдонина на самом деле поэтому мне кажется в этом еще тоже с этим связано не самая такая убедительная победа того же цдк он сейчас насколько я помню идет в чемпионате на севере на пятом месте да поэтому два хай-тека да который кстати победил абсолютно по делу мега титан 2-7 вот и в принципе поговорим еще об этом цдк кстати забил наш старый добрый знакомый и я думаю что почему портера есть шанс потому что цдк такая команда ну по крайней мере на длинной дистанции а они могут ну отнестись немножечко с такой прохладцы к ответному матчу да и если портер выжмет из себя ну до 100 а может быть чуть больше процентов ну теоретически он может пройти вот хотя ну цдк гандикап два мяча а цдк умеет сушить цдк умеет удерживать счет как никто другой поэтому ну опять же а сбор от портера ну вот мы говорим что это 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 достаточно проблематик путешествие из петербурга в москву как у родищева ну скажем так для меня это немножко так странно выглядит вообще да приглашение игроков из других регионов я не беру ситуацию по своему второму фениксу потому что мы приглашаем там исключительно сотрудников и если это сделано для того что важно это сделано для того чтобы они были всегда на виду всегда их мог видеть в каком состоянии находится а здесь просто приглашать я думаю что в принципе вполне здесь можно найти достаточно добротных очень хорошего уровня футболистов я просто не хочу есть в кухню команда фк портер это не совсем корректно но свое мнение я выскажу что я бы так не поступил если бы у меня были бы скажем так средства для того чтобы позвать игроков в команду лишние я бы все таки использовать для дел кстати мы не отметили что еще Лушников перешел перешел да тоже из портера как раз в цдк поэтому кстати да вы сказали что Алдонин травмирован там есть Денис Назаров но и мы знаем что Дмитрий Лушников прекрасно играет в центре я думаю что учитывали этот момент тоже возможно потому что я насколько слышу у Евгения достаточно такая тяжелая травма на длительном сроке он выпил да там что там связки да колено вообще портер везет в кавычках соперников в прошлом году тройка вообще без шансов сейчас ДК один из самых сложных соперников ну вот надо как-то выходить кстати Александр Кочетков в чате сразу же написал когда была жеребьевка он написал в чате туда редко что пишется в премьер лиге да но он написал как такое может быть я глазам не верю что почему нам опять достали гранду опять ЦДК да ну и кстати вот к вопросу о наймитах да вот из других городов я с ним лично разговаривал и мне сказал что вектор такой выбран сознательно мы считаем санкционная служба портера считает что нету игроков которые могут усилить АФК портер сейчас на данный момент либо же у них условия такие которые мы не можем себе позволить что выгоднее приглашать футболистов из Питера и такую выбрали вектор кстати кстати да если мы уже дальше про первые лиги говорим такой же вектор сейчас выбрал Дмитрий Воронков в коммунаре тоже приглашены люди из из Золотого да из тоже из Санкт-Петербурга будут приезжать и он сказал да мы такую же политику как портер то здесь такое двоякое мнение на этот счет ну это все хорошо но только надо не в середине сезона затеивать всю эту перестройку ладно это собственно не об этом еще поговорим давайте на северо-запад обратимся сфера и ЦДН кстати говоря ЦДН тоже у нас я прошу прощения такое выражение чудит вроде Сергей Игорь Геннадьевич Крюков вроде бы бросил команду но заявки у нас Сергей Викторов Крюков на замене ну судя по Николая Звеков да вся старая банда да то есть получается все на месте ну не знаю ну могу расповедать инсайду поделиться давай Максим там все равно галы идут можем посмотреть но сразу говорю сфера в ГУ 4.1 хотя я посмотрел состав это неплохой был Сашним был Анки был Ломоносов но вот сфера 4.1 да там просто было письмо в принципе в чате ЦДН много людей которые потом в частности перешли там в КСП да и ну это незакрытая информация Игорь Геннадьевич сказал что вот нет того запала той искры того настроя такой энергетики которая была раньше вот в старые добрые времена он сказал что есть уже у команды ЦДН есть имя она узнаваемая она уже много выиграла и поэтому вот сейчас это плюс еще и очень так сказать накладно содержать ей помимо ветеранской команды да которая выступает да там содержать еще молодежную вот поэтому вот по этим обстоятельствам команда должна будет закрыться но потом люди в ЦДН сплотились да и бросили переключку кто готов так сказать ну не бесплатно а так скажем на ну на минимальных условиях все таки он не бросил приезжать да не бросил ну не бросил это неправильно будет сказать да и в общем то клич кинули и понятно что некоторые проигнорировали а многие сказали что да мы приедем мы будем биться и поэтому вот ты видишь что люди приехали ну во первых я вкратце тоже скажу что была бы блокировка игроков если бы ЦДН распался да в силу потому что закончить сезон пожалуйста разбегайте закрывайтесь вопросов нет да а все таки когда еще в Еврокубках же играть надо не забывать даже тоже большое упадение рейтинга и удар по имиджу поэтому тоже нельзя было допустить но вопрос в том как поведут себя игроки это же тоже надо быть мужчинами где у тебя там условно 3000 приезд и так далее а тут там 500 или вообще бесплатно да и ну здесь тоже вызов да а то привыкли что все все хорошо да и в итоге нашлись люди вот это кстати меня очень это порадовало ну мне приятно было с точки зрения футбола да что люди нашлись которые сказали да мы приедем и приехали и также знаю что их поблагодарили за за такой поступок да и будут играть ну понятно что лига тоже должна себя защищать да от таких вот решений в середине сезона ну да однозначно ну просто вот опять таки возвращаясь к патриотизму да мне кажется как раз один наверное из я никого не хочу там обидеть в этой команде но один из таких патриотов все-таки это Зора Пантия да который ну видно было что он очень переживает за ту ситуацию что произошло в команде да и несмотря на что он бился цдн играл со сферой после нас поэтому я немножко посмотрел эту игру и я вам скажу что действительно Зурат как был капитаном вел за собой да и молодец такой тоже настоящий боец в целом по игре что отметите как я отмечу то что сфера очень хорошая и она на сегодняшний день же по моему если не изменяя память на одну очку отстает от команды бога который играет в лиге чемпионов да по крайней мере каждый год туда пытается попасть да и удачно попадает поэтому сейчас сфера хороший шанс и в принципе команда очень неплохая поэтому ну сказать что цдн прям раскладной тоже нельзя этого говорить тем более по сути если сравнивать с финалом нашим зимнего кубка и игрой которая была сейчас на кубок ЛФЛ прошу прощения ну основа фактически была да вратарь был защитник центр был да не было Егорушкина но в принципе Сашнин там был подбит может быть просто не получилось забить из-за того что глаз один не видел вот а так в принципе ребята все были вся молодежь поэтому насколько знаю Егорушкина и Иргачева на КФК вызвали да играть да поэтому ну по объективным так сказать обстоятельствам я знаю точно что Егорушкин будет на игре с Фениксом 9 поэтому для них тоже наверное поэтому да для них это тоже наверное скажем так лишний раз доказать что они не случайно выиграют поэтому посмотрим да я говорю мы честно возвращаясь к финалу зимнего кубка я не хочу убежать то есть ЦДН мы безусловно сами виноваты то что мы упустили эту победу но честно поверьте пришлось все перекраивать в течение часа ну у меня схем 9 10 было как вот потому что каждый 10-15 минут был звонок информация поступала этот не может тот не может и получилось мы немножко в обескровленном и пока все притерлись да понадобилось время это тяжело сам не виноват безусловно ну вот как раз будет хороший повод ответить да безусловно три матча которые были на сеттен парке давайте по порядку пройдемся Мегалитетан хай-тек мы даже записывали этот матч с комментарием но честно говоря я никак не ожидал увидеть наверное одна из самых интересных матчей тоже знаю хай-тек это очень хорошая сильная команда еще в ПКФЛ даже да 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 конечно ну когда вообще есть в команде Валерия Хабабенко я уже понимаю что значит команда как минимум стоит опасаться вот плюс тренер хороший ваш друг очень близкий друг Александр Владимирович Акуненко поэтому в принципе где-то может быть я считаю его своим первым тренером потому что он в принципе всегда меня поддерживает и подсказывает да переживается со мной вместе и всегда готов идти на помощь поэтому я рад его выступлением да в принципе я рад то что он выиграл у Мега Титана вдвойне ну обычно мы какие-то ну ищем причины там защитить нашу команду там сказать что вот там не Евгений был там не приехал народ тогда пятьдесят но здесь в частую хат-эк переиграл честно говоря просто в частую именно по футболу без вариантов да да были молодые вот Игорь Кротков обозначил что как бы цель не основная цель скажем вот но все-таки проиграть 2-4 с молодежью да это одно но 2-7 ну когда просто тебя переиграли ну не знаю вы знаете Михаил я могу сказать следующее я просто знаю достаточно хорошо Александра Владимировича Акуненко и его подход к каждой игре там на самом деле настолько человек болен футболом он разбирает подробно на молекулы действия каждого игрока соперника и все матчи то есть нарезку ближайших состоявшихся пяти матчей однозначно он просматривает соперника как что это касается это касается и кубка кубковых игр это касается чемпионата и в чемпионате доказательство того что люди действительно разбираются в футболе и действительно делают результат две команды ведут борются за призы интересно что мы еще с вечером сегодня списывались вот и он очень хотел получить видео матча ну сил у нас еще не было он залит в интернет но мы пообщались и я казалось бы 7-2 вообще безговорочная победа он говорит мне нужно у нас тут вопрос встал а кто насрал при втором пропущенном при первом пропущенном голе когда Терентьев забивал на угловом казалось бы да 7-2 я бы наверное я бы даже не смотрел бы эти голы я смотрел только своим ну там команда забивает да да а тут вопрос на спор кто насрал а Терентьев забивал же ногой из вратарской площадки из ближней штанги ну понятно после 7 мячей это прикольно он разбирает все досконально подробно всю статистику все у него достаточно четко ведется поэтому там поверьте достаточно серьезный профессиональный подход подход тренера команды меньше первой лиги чемпионата России прогноз есть ли шансы в ответной игре у Мега Титана у Мега Титана я думаю что нет согласен я люблю Мега Титан мне нравится Игорь Кротков своей харизмой но у меня нет честных аргументов сказать что у Мега Титана есть шансы не потому что он настолько слаб а потому что хай-тек реально крутая команда то есть еще по КФЛ там они только ну начинали сыгрываться да там многое не получалось да то что сейчас это просто ну честно говоря это машина это команда мне кажется будет вообще претендовать на победу в Кубке ОФЛ ну один из один из претендентов явных далее у нас вышел на поле Титана против дизайн связиста здесь тоже был очевидный фаворит Титана ну судя по счету так и получилось 6-1 здесь безговорочная победа подопечник Сергея Горлуковича у меня два точнее один вопрос это багаж Медведева сейчас в Титане играет или нет вы знаете ну в любом случае даже когда уходит тренер первых полгода все равно команда первых три месяца команда в любом случае играет на багаже на старом да потому что сложно перестроиться хотя там велись плановые тренировки двойные даже тренировки в день давайте наверное будем здесь так провокационно эти вопросы задавать потому что мы можем и непростая там достаточно ситуация была по Алексею Сергеевичу ну да поэтому никого не будем обижать никого не будем провоцировать сейчас Алексей Сергеевич помогает в создании команды Феникс 9 и в дальнейшем как бы Феникс 99 вот у Титана своя как бы свою дорогу они выбрали поэтому у Алексея Сергеевича огромнейший колоссальный опыт и как профессионального футболиста да как футболиста который выступал в ОФЛ я приглашаю его на это рассчитывал ну честно скажу я его вообще предлагал до начала сезона что Алексей Сергеевич у нас не будет уже играть за Титан а будет только тренировать я предложил ну как поступил достаточно очень порядочно и деликатно объяснив что будет неудобно по отношению к Титану будет неудобно в первую очередь по отношению к Титану поэтому мы договорились о том что в будущем я его жду и надеюсь на его помощь ну вот оно получилось в принципе не так долго пришло ждать в качестве тренера и в качестве игрока он помогал на зимние кубки сейчас пока в качестве тренера помощника тренера да в дальнейшем я планирую что конечно больше будет объем помощи да а вот недавно совсем была информация почему абсолютно открытая да и все поздравляли Алексея Сергеевича с тем что он назначен главным тренером команды зорки как вот он будет это он же еще и в эгрессии как все он успевает вы знаете мне кажется он просто на футбольном поле живет наверное поэтому такой он человек по большому счету везде успевает везде волка ноги кормят да есть такая поговорка поэтому естественно как бы хочется и попробовать заслонить тем более приглашение все-таки главным тренером профессиональной команды это действительно серьезно в принципе зорки это одна из таких больших подмосковных команд после Хима поэтому очень хорошее предложение правильно что пошел правильно что выбрал сделал выбор мы за эту команду мы ушли так от Титана значит все-таки багаж медведя существует конечно они проговорили долго но суть в том что про Титан скажу что ну здорово Мостин выглядит есть некоторые такие вкатывающиеся моменты вот дизайн связи что трансконтейнер могли забивать в начале вот если бы забили и повели бы вот интересно как бы Титан себя повел а так вот не получилось забить и потом Титан уже как бы вкатывается в игру и раздавливает его соперника ну пока без шансов поэтому ждем кого-то более скажем кто сможет дать отпор тут интересно посмотреть тут мощно еще смотрятся Сергей Вадимович с вышки ну да в лучших традициях советского футбола тоже они же любили сверху смотреть специально это делали да чтобы увидеть схему игры ну кстати вот сразу же про багаж поговорили да сразу же новшество да Горлакович выставил в центр поля кого имея Сергеева Мамаду Майга и Кулагина в центре стал Иван Шамарин я кстати специально справился в химках он играл да вот и я узнавал на какой позиции кстати он именно в центре поля играл уверен что Горлакович знает это вопрос дисциплины потому что вот Шамарин и очень здорово играет кстати вот представляешь как конкуренция да ну и сразу решение новое интересно посмотрим дальше там и Киселева можно и еще один матч который у нас остался это вишенка так скажем на торте судя по счету это Успенская усадьба банная 5-5 я даже не знаю как сказать что Успенская так хорошо сыграла или усадьба банная плохо вообще непонятно потому что по идее ну усадьба то очень опытный и опасный кубковый боец да и для них счет 5-5 вообще ну не так скажем непривычен в отличии от Успенской я бы мог предположить что они так сыграют но что тут усадьба вяжется вот эту перестрелку я не ожидал тем не менее по итогам на 60 минут 5-5 вот как оцените я скажу так что во-первых Успенская очень хорошая команда на самом деле и по сравнению с прошлым годом она очень сильно прибавила и она выглядит очень серьезно на самом деле поэтому меня результат Успенского не удивил тем более что я знаю хорошо и знаю главного тренера команду усадьба банная поэтому я считаю что что вполне может пройти Успенская они в принципе себя зарекомендовали таким хорошим бойцом очень крепкой очень серьезной командой в принципе составит проблему для всех в том числе и для Титана потому что они находятся сейчас очень хорошей в том числе в том числе и в том числе 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 и в том числе 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 она весьма нестабильная с ней надо если что-то такого серьезного добиваться но это опять-таки в команду профессионального уровня с ней надо постоянно общаться вдавливать что нужно потому что чуть-чуть вожжи отпустить и будет много чего может быть нехорошее но при этом если честно очень неплохие шансы на востоке до Успенского поэтому есть реальный шанс ну у вас ну да но при этом все-таки усадьба-то извините может сыграть очень как сильно да дело в том что если позволите ушли ключевые игроки у Успенского сейчас подключились к профессиональной команды помните Янушковский он был одним из лучших нету да он по-моему все матчи вообще отыграл да защитник тоже нету да Фокша то есть то он здесь то он в оберлиге в немецкой команде профессиональной мне главное что есть Корчагин есть Козлов есть Ботов в каждой линии по игроку по игроку в линии соперник а там уже можно немножко добавлять и разбавлять молодыми и так далее что Фокша он не был особо не играл никогда Спирин ну достаточно честно привозил такой пожарный защитник да но при этом он вообще почти без замены играл Спирин ну вот нравится если людям нравится там ты больше играть и все трудно трудно постоянно новые люди да постоянная ротация как бы это это хорошо да что есть возможность освежать но в то же время нету такого костяка вот который мне кажется что который бы да который бы вот именно сыгрался бы да и вот мог бы Ильдар Зарипов на них рассчитывать что касается усадьбы Банны ну тут опыт просто у команды мне кажется что усадьба при всем так сказать уважение к Успенскому да и классно действительно они матч выглядели надо напомнить что за 4 минуты до конца счет 5-3 был в пользу Успенского то есть вообще это вот опять же опыт да а это опыт да усадьба вот включилась дожала на последней минуте забили может быть где-то и недооценка имела место у усадьбы Банны да команда Лиги чемпионов выигрывала вообще на секундочку она все время в фаворитах Востока а там на Востоке уже не будет недооценки и мне кажется что все таки перевес я бы в шансов не согласился да при том что валить конечно буду за наших дай бог я все таки Успенская выиграла потому что да это команда запада мне она импонирует да ответные матчи пройдут 22 марта ну время еще естественно неизвестно но вот можете посмотреть на наших экранах всем командам мы желаем пройти дальше особенно вашей чтобы разрешилось все как надо поэтому будем стараться да в любом случае мы должны вас видеть в одной четвертой финала я хотел повыше ну для начала для начала в одной четвертой меня ждет там хай-тек в одной второй ну тем более это же будет какое возможно теоретически дерби ну товарищи друзья это же потом весь год можно припоминать это же просто сказка согласен что я не знаю я не знаю Естественно, журналисты. Эти вопросы мы также акцентировали своим руководителем, который непосредственно занимается регламентами и так далее. Вопросы от сообщества Первой линии? Да, от сообщества. Мы задали их, в частности, Дмитрию Юрьевичу и получили несколько ответов, что касается «Атлантис». Снятие этой команды и очков и так далее, аннулирование результатов. Первый момент, что «Атлантис» пока еще не снялся. Это раз «Атлантису» дали время на то, чтобы подумать. Все-таки команда достаточно длительное время выступает на Западе. Команда обладает большими регалиями. Выигрывала Лигу чемпионов и Западные чемпионаты. Люди все-таки заслуженные, уважаемые. Поэтому руководство Лиги принято решение еще на некоторое время небольшое дать возможность определиться и решить, что дальше будет. Поэтому, если «Атлантис», например, решит вернуться обратно, то вопросы тех матчей, которые были аннулированы, надо будет решать командами. Захотят ли играть команды и так далее. Если, соответственно, нет, то в регламенте есть четко прописанная позиция. Не взятая из бухты баракта, не моя, не твоя, Максим, никого-либо еще. Есть четкий регламент, по которому надо следовать. И для того, чтобы задавать какие-то вопросы, надо четко сначала прочитать регламент, потом уже задавать какие-либо вопросы. Ну, регламент, вот сейчас выдержка, Максим, которую мы сегодня смотрели, вот она сейчас на ваших экранах, поэтому каждый может ознакомиться, почитать. И там все четко прописано, исходя из этого будут уже применяться какие-то санкции. Что касается Кубка Запада, тоже вопрос, вы, наверное, тоже видели, наверное, по эти вопросы. Здесь также этот вопрос был задан. Ну, был ответ такой, что Кегли – это команда со стажем, назовем так, более 20 лет. Да, команда, которая здесь играет, никаких вопросов никогда и нареканий нет. Вот если какая-то команда проиграет в любительской футбольной лиге 20 лет, да, и обратится, например, к руководству лиги о том, что можно там не участвовать в таком турнире, да, то исключительно по решению руководства, индивидуальному, такое решение может быть принято. Исключительно по тому, что индивидуально это решение принимается. Вот, собственно говоря, и все, да. Если команда там, ну, существует там несколько даже лет, да, это понятно, это уважение и так далее, и всем руководство пытается услышать, понять, помочь, но все-таки команды, повторюсь, которые более 20 лет находятся в структуре ЛФЛ, и такие, как Кегли, да, и мы все прекрасно знаем, повторюсь, да, второй раз, что исключительно, исключительным решением руководства лиги принято такое решение. Ну, скажем так, осуждать команды Дмитрия Коправова за то, что они не будут играть в Кубке Запада, мне кажется, вообще неправильно. Если кто, многие команды, по моему мнению, ну, точнее, в принципе, многие команды, кто не хотел играть, они сливались, либо проигрывали, либо... Выходили там травмированные, потом еще травму получал, и штрафы не платили, ну, то есть много вариантов для того, чтобы избежать и штрафов, и, в принципе, не идти дальше в этом Кубке. Они честно заявили свою позицию, и, наверное, надо уважать их за то, что они честно сказали. Ну, то, что кто-то не сказал и не додумался до этого, ну, это, наверное, нельзя осуждать и обвинять в этом команду Дмитрия Коправова. Да, потом все решается исключительно индивидуальным лишением руководства лиги, поэтому здесь тоже такой момент. Но я просто, прежде чем мы поговорим о самих играх, я все-таки, да, призываю, да, обращать в первую очередь внимание на футбол. Мы говорим о футболе, и зарабатывать очки нужно именно там, а не подниматься за счет снятия того или иного коллектива и так далее, да. Ну, если проигрывать, надо уметь проигрывать, и надо смотреть все-таки за своим коллективом и коллективами и так далее, да, и все-таки проявлять на поле, а не играть в кулуарные игры и пытаться подняться за счет там каких-то нюансов в регламенте и так далее. Ну, поэтому мы за футбол, и все-таки надо отталкиваться от себя и от того, как играет та или иная команда. Вот и все. Сергей Владимирович, вы начали, кстати, не очень хорошо, пеньги с 99, я имею в виду, да, с поражения Заречи. Да. 3-2, достаточно неожиданное поражение, как его прокомментировать, и что это, не сбор? Вы знаете, я его прокомментировал, если честно, в раздевалке, очень серьезно, да. На Толбухина слышно было, да, как митировали. Вот, поэтому это чистой воды разгильдяйство со стороны игроков нашей команды, потому что, да, можно там списать первая игра, возобновление чемпионата, но так играть нельзя, это просто разгильдяйство. За это игроки команды получили хороший разнос, поэтому мне стыдно, тем более, скажем так, в Заречи у нас уже такая давняя история, да, выступление. Поэтому вдвойне стыдно то, что мы опустили 3 очка, я не хочу обижать Заречи, они настоящие мужики, они не импонируют эта команда, потому что они, грубо говоря, как, да, команда со двора, они играют своим коллективом, я некоторых ребят там достаточно хорошо знаю, с некоторыми встречался даже по работе, вот, и молодцы, они бьются, они получают от этого удовольствие то, что они собираются. В этом, наверное, и вся красота футбола есть. Поэтому, то, что мы потеряли очки, да, здесь вопросы очень большие, поэтому сделали выводы, в принципе, хотя... Немножко нестабильно, конечно, стали играть, вот, отрезок осенью, когда вышли, там, здорово, отрыв был от первого места очень маленький, и вы, ну, мы рассчитывали, что один из главных фаритов будет, потом как-то вот пошла серия поражений, а потом пошли поражения с победами, как-то вот... Нас очень сильно выбило из колени наши внутренние турниры и выступления у нас на внутреннем нашем чемпионате, если вы посмотрите, и это сказалось и на выступлениях первой команды, потому что у нас было дикое количество травмированных, соответственно, большая нагрузка упала на лидеров, да, и поэтому... С этим связано, то есть подготовка к внутреннему турниру, мы играли на... Выступали в внутренний турнир на паркете, здесь синтетика, переход, большое количество травм. Очень большой и там получили, и вот следствие вот этого перехода, оно сказалось, оно очень серьезно сказалось, да, на выступлениях обоих команд. Поэтому, если там действительно это вот связано исключительно с этим, то здесь, я вам скажу так, очень помогло команде Феникс 9 выступление на зимние кубки, потому что первая игра меня не было, но я, скажем так, наблюдал все по видео, это была безобразная игра, мы там должны были, я не знаю, в первом тайме уже за 10 забивать, мы выиграли только 1-0. И вот вкатываясь, мы потихоньку начали набирать форму, поэтому, в принципе, с ЛЧО уже игра мне понравилась. Что касательно второй команды, мы не выступали на турнире, привлекался только один игрок, Сосонкин Николай, под первую команду, поэтому где-то сказалось, да, где-то может быть не приезд отдельных людей, но это внутренняя кухня, я все каждому объяснил. Я надеюсь, что сейчас у нас впереди очень такая тяжелая игра за 6 очков с Дмитрием Коправовым, с командой Генли его, поэтому она все покажет, насколько мы готовы бороться за первую матчу. В февральские дни, последние денежки, было еще два интересных матча, это Атлетика и Балтика-Крылатская, как раз у нас есть видео этого матча, 4-3 Атлетика выиграла. Максим, ну ты преобразил тоже за один не паузу своих. Ну, мы там, да, по сусекам что-то наскребли игроков, настроились на Балтику, ну, опять-таки, я хочу сказать, что здорово, что выиграли, но могли и скрутиться вообще легко, потому что там были моменты, когда Балтика ввела у нас в один мяч, при 3-2 там дважды они могли забить, и оставалось там совсем ничего. Если бы забили, то тут мы бы уже не отскочили точно, а так получается, что мы смогли сравнять и в свою сторону переломили. И получается, что сильного соперника действительно обыграли, во-первых, Балтика вверху была, да, все там, ну, говорили, что такая какая-то сенсация, там, Атлетика опять там наделала шума. Ну, на мой взгляд, у нас такая лига, что сенсация не совсем подходит, да, вот это слово. Обнозначно. Да, у нас, по-какричке, каждая команда может каждого укусить, поэтому здесь не стоит на турнировую таблицу смотреть, но действительно, было очень приятно, и следующий поединок, да, потому что Балтика-Барс, ну, как бы, убедил в том, что реально очень крутую команду обыграли, и, конечно, очень приятно, но зато теперь Барс на Атлетику супернастрой будет иметь, да? Ну, как сказать, у нас много травмирований, очень, я... Вадилу Ферсову здоровье. Ферсово, перелом, Оскова очень. У тебя тоже, что ли, травма? Да, я же тоже из Гольностопа, месяц на три я тоже выбыл. Да, это и есть Гольностопа. Поздоровлю. Да, спасибо. Ну, в прошлой выходной тем, о чем мы сейчас поговорим об этих, Барс, собственно, мы встречались с Атлантисом, мы показывали этот матч, ну, вот, ключевая победа, вы знаете, там, для меня, там, для Дмитрия Смирнова, который присутствовал, ну, может быть, пара еще футболистов матч с Атлантисом... Матч ретер. Да, да, принципиальное значение, вот, но вот для остальных... Это как «Спартак», «Динамки» есть. Я, честно говоря, я, да, я в раздевалке сказал, что, ну, помимо того, что есть высококлассный футболист, который играет в футбол и, там, сказал, ароматчик, это многие сказали, а кто это? Ну, еще молодые, молодые ребята уже, они все-таки там... А ты сказал, встань, выйди, или в угол, в угол не поставил. Я их не знаю, как бы, я все-таки... Ну, мы просто подумали, что... Слэйк Буфона забивал кто-то. Да, подумали, что ты про сына ему говоришь, там же сын еще в заявке. Да, да. Так же, как и у Маевского сына. Да, 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 поэтому, как бы, для многих, так, Атлантис просто лидер чемпионата и все, но вот по игре я скажу, что он действительно в футбол. Играют, и, честно говоря, ну, сложно играть, вот... Интересная игра была. Поздравляем с победой. Да, у нас... Мы собрались, действительно, вот, боевым составом. Мы после первого летели 4-2. Снег еще выполнил, кстати, да? Да, погода поменялась. Именно вот в этот час, да? Да, да, да. Хорошая погода была. Замечательная погода. Все благоволил для футбола, да, и тут этот снегопад. Ну... Победительную на руку. Приятно играть с Атлантисом, честно. Никакой грубости, вот, именно, получаешь удовольствие от футбола, да, все по-футбольному, ну, классно, да. У тебя даже вот не залетают какие-то тыры-пыры, знаете, в голову бывает так. Человек бьет угловой, куда-то попадает, мяч залетает в ворота, или там, ну, как-то вот непонятно действует. А здесь все, стенка, там, пазм. Человек бьет в ворота, он попадает в ворота. Ну, здорово вообще. Мне, я вот получил удовольствие, вообще, очень... Все грешили потом на Барс, что Атлантис снялся из-за Барса. Зачем обыграли? Пошли, пошли. Ну, хотя, вот честно, мы посмотрели видео, ну, криминального ничего не было. Ну, насколько, если что, там присутствовало руководство Атлантицы на этой игре, и что-то как-то они посчитали, что выступление команды без каких-либо задач нецелесообразно и не имеет смысла, поэтому смысл, скажем так, вкладывать в команду денежные средства, если это не приносит никакого результата, поэтому... Ну, сейчас тяжелое время, сейчас, на самом деле, эта проблема такая достаточно серьезная, и, мне кажется, надо, в любом случае, руководству лиги серьезно задуматься над тем, что, может быть, каким-то командам давать преференции на предмет того, чтобы сохранить эти команды, потому что все-таки тяжело сейчас с развитием вообще видов спорта, да, футбол, какие-то вообще два вида спорта, ну, скажем так, очень затратные, да, какие-то вообще кошмары. Я согласен, но очень странно, что после первого тура, ну, я понимаю, еще зимой, да, там, решение назрело, да, или в конце, там, первого круга, да, а то после первого тура, ну, как-то... Первого тура, второго круга, да. Да, как-то, ну, странно. Скажем так, может быть, это связано с сведением бизнеса какого-то, да, потому что сейчас... Может, просто так совпало, да? Да, так совпало, потому что сейчас, допустим, да, ситуация с этим коронавирусом, сколько всего закрылось, и вообще, скажем так, экономика, скажем так, многих стран достаточно очень отреагировала плохо на индексы многих стран, да, упали, и все, поэтому все, может быть, здесь где-то закрыто какого-то таймера, да, точно. А может, матч с Бартсом стал последней каплей что-то? Ну, ладно, давайте посмотрим, как с Бартсом сыграем, и проиграли, и все, иначе. Ну, просто я слышал во время игры, что Андрей Акименко кричал на своих, что мы пешком не обыграем. Может быть, там, Таранов, Олег Таранов приехал, посмотрел, говорит, на прыжок уходит, но зачем я еще буду там... Возможно, просто так все совпало, как бы. Ну, да, да. Я знаю, то, что он такой всегда боец и до конца, капитан команды, если не изменяет Тарас. Да, да. Поэтому этот человек, в любом случае, будет всех вести и там заводить, так что, естественно. Продолжая тему как раз верхушки, Балтики-Барс, мы встречались на эти выходные, тоже есть, естественно, видео. Здесь победа Балтики, но у нас объективные причины, начну с этого все-таки, да, во-первых, я сломался, Фиксов сломался на второй минуте матча, он неудачно упал, и не приехал еще один центральный полузащитник, который заболел, который забил два Атлантиса, то есть хороший фон, то есть, по сути, это вот та зона, от которой мы пляшем, да, и без которой тяжело, и вот количества нам, конечно, не хватило. Балтика... Удаление еще было, да? Удаление, но оно в конце уже ни на что, по сути, не повлияло, но Балтика, честно, вот играет свой стиль. Забили нам со стандарта, а вот вброс, как это было 10 лет назад, то же самое и сейчас. Классика. Классика, да. Нас так похоронили тоже в первом круге. Да, поэтому Балтике ничего не изменилось, Балтика своими моментами воспользовалась, Балтика сыграла, она допустила меньше потерь и свое забила, поэтому... Ну, это известно, как Балтика, да, умеет счет держать, эта команда здорово умеет делать. Ну, плюс еще у них огромное подспорье, это сейчас Кирилл Малеров появился, да? Да, да, да. Человек против Краснодара в российской премьер-лиге в этом чемпионате полный матч сыграл. То есть у нас какие люди, да? Да, но я в данном случае, я все-таки оставлюсь объективно оценивать, но я лицо заинтересован. Вот сейчас я не могу совсем объективно оценивать. Мне кажется, что, потеряя мы даже Фирса, то мы могли бы рассчитывать на положительный этап, если честно. Ну вот, а если бы были все встроены, то, наверное, должны были бы побеждать. Но, опять же, Балтика победила по делу, так как есть, соответственно, идем дальше. Но при этом у нас плотность, наоборот, увеличивается. Да, так и будет плотность до конца. Да, это такой чемпионат непредсказуемый. На самом деле, сейчас все очки будут терять. И этим и интересно, потому что действительно непредсказуемо. То есть там есть, на самом деле, я не знаю, очень недооцененная команда многими, большинством, да, это мистерия. Вот, кстати, о ней. Первый тур обыгран на Арсенал 4-2. Второй, похожий по стилю, наверное, все-таки Атлетика играет от обороны. Я могу примерно в стиле похожий. Нет, Атлетика не играет от обороны. Не играет, но старается, да. Я кричу, да, я кричу, ору на них. Я разве что не бью. Я разве что не бью. Это баран соперник. Я знаешь, как вот наша Раша, когда тренер бил игроков. Я уже готов. Ну, я люблю очень оборонительный футбол. Ну, я не знаю, у нас пока не получается. То есть сейчас мы взяли центрального защитника. У нас просто травмировался Олег Коваленко. Давно уже он не играет. И мы искали центрального защитника. Сейчас вот нашли Алексея Храпова. Ну, что скажешь по игре с Мистерией. Все-таки 3-5. Мистерией очень хороший соперник. Мы отдали сознательно сначала мяч Мистерии. Понимая, что они, значит, любят атаковать и часто увлекаются. Ну, то есть анализировали игру. Вот. Часто увлекаются и освобождают зоны. Не всегда успевают вернуться. И поймали на контратаке. Петя Павловичев отдал 3 голевых передачи. То есть 3 атаки, 3 голевых, 3 гола. И мы повели. Мы после первого тайма 4-1 выигрывали. То есть мы на контратаках поймали, как бы да. И потом грамотно, то есть свой футбол сыграли. Но, слава богу, что опять не напускали уйму. Вова еще Бычков себя проявил вратарь, потащил пенальти. В первом тайме. Да. Ну, а так, конечно, мы пропускали колоссальное, огромное количество мячей. Сейчас вот еще мы взяли Сердары Аламанова из ЦДН. То есть мы сейчас защиту сознательно укрепляли в атлетике. Взяли Алексея Храпова. Кстати, он победитель Лиги чемпионов в составе Терминатора. Вот. Капитан Витязя Подольского сейчас у нас играет. Вот это все нацелено. Я говорил, что мы будем укреплять защиту. Потому что мы по пропущенным то ли четвертые с конца. При том, что мы второе-третье место с Константой по забитым делим. Да, после Атлантиса. Мы при этом по пропущенным. Ну, то ли четвертые, но сказать стыдно. То есть мы пропускаем просто авоську. При этом, ну, стараемся усилить обороты. Опять же, три пропустили от Балтики, три пропустили от Мистерии. Мистерия хорошая команда. Но вот так получилось, что мы на контратаках забили. Плюс у нас Андрюха ставим. Сейчас вышел лучшим бомбардином. Ну, кстати, Мистерия, я согласен, что очень симпатичная. Команда очень хорошая. Играющая, действительно. Не зря футболисты москвича отмечали, что именно Мистерия именно играющая команда. Я бы отметил Мистерию в атаке. Есть два парня. Очень-очень быстрые, резкие. Видно, что они в тренировочном процессе. Но я у них видел куртки Локомотива. Вроде как я так понял, что Злобин... Они рядом с Локомотивом просто тренировались. Ну, не знаю. А может, старший брат. Мне говорили, что Локомотив. Я проверил. Ладно, не буду лукавить. Я проверил в интернете. Действительно, парень из школы Локомотива прошел. Ну, они такие просто два взрывных человека. Хорошие. Очень хорошие. И тоже вполне Мистерия могла и обыграть нас. Возвращаясь к вратарю, как сам вратарь. Я не хочу обидеть вратаря Мистерии. Со стороны кажется, что он немножко нескладен. Но этому вратарю очень сложно забить. Видно, что он, скорее всего, из мини-футбола. Потому что главного тренера я знаю. Мы много лет друг против друга выступали на соревнованиях. Поэтому достаточно, скажем так, он знающий, умеющий. В свое время он за командой любителей. Много лет выступал. Поэтому достаточно хорошо поставил игру. И, в принципе, участвовала команда в зимней кубке. И там только в серии пенальти заряд уже, скажем так, прошел дальше. И по игре Мистерия не уступала. Однозначно. И вы с ними тоже играли? Тяжело было, да? Мы с ними играли. Ты договорились? Да. Такая была игра. 4-0, по-моему, даже. 4-0. Мы два забили. Уже потом было попроще. Но они с нами как-то... Они больше с Аминьевым попытались там, да, навязать борьбу. Но у нас группа была такая, что мы все команды выходили в стадию пол-офф. Поэтому, по большому счету, все просто наигрывали составы, схемы. Ну, получали игровую практику. Но Мистерия очень хорошая. Еще несколько матчей хотелось бы отметить. Во-первых, победа Веера над Турбиной. Вот, неожиданное достаточное поражение. В общем, вот, что ты скажешь по этому вопросу. Да, вроде бы Турбина вверху, Вера вроде бы внизу. И, по идее, Турбина должна была здесь набирать очки. Ну, наш любимец, Паша Седов, написал в чате, что, Стас, ну сколько можно? Я тебе уже какой сезон за уши тащу, чтобы ты в первой лиге остался. Ну, вот так вот он иронизировал, да, по этому матчу. Ну, не знаю, честно говоря, Турбине тоже, наверное, стабильности не достает. Да, вот, в тех матчах, где вот вроде как возьми очки, да, и залезай в пятерку. Вот, но здесь как-то теряют. Понятно, что Веер... А Веер, кстати, Стас говорит, что атлетика нам не дает дышать за нами все. Мы побеждаем атлетику, побеждаем. То есть, не даем расслабиться. Поэтому Веер супер настрой имел на Турбину. Ну, Пашка, конечно, там поиронизировал, что оставляет своего старого друга. Который ему, правда, глаза намазолил, как он тоже говорил в первой лиге. Ну, это, конечно, понятно, что шутки. Это к вопросу о том, что у нас в дивизионе, я говорю, может укусить любая команда каждого. То есть, и здесь не стоит удивляться. Да. Например, как «Ультра» обыгрывает «Заречи». Вот, раз, вроде «Ультра» посыпалась, а, смотри, раз, обыгрывает «Заречи» 2-1. А «Заречи» обыгрывает «Феникс-99», а «Феникс-99» обыгрывает «Атлетику». То есть, тут всех-всех обыгрывают практически. Помните прошлый год, когда «Ультра» должна была сняться в какой-то момент, она даже, по-моему, когда-то она проиграла 17-0, не «ЦДН» или «2». 17-0 она проиграла. Да-да, там у них вообще была эпидемия травм. Со сбором, и мы попадаем «Ультри», причем они просили перенести, нас, правда, это не устраивало перенос, и мы попадаем «Ультри» 3-2 после 0-17, а «ЦДН» 2, причем «ЦДН» наши конкуренты были в борьбе за выход, за первое место, и поэтому «Ультра» она на самом деле такая, с учетом того, что много представителей из Кавказа, да, она тоже самобытная, интересная, где-то, может быть, чересчур горячая, да, потому что там отхватывают ребята карточки на «Раз-два» красные, но она, если у нее пойдет игра, она никому свою игру не уступит, поэтому просто вопрос в том, что там сейчас на сегодняшний день происходит. и это сейчас без «Смыка», который еще не восстановился, и ушел… – Артем Белов? – Ну, Белов все-таки не был, наверное, 100% основным, да, наверное, «Смыка»… – Зато Вере будет основным. – Вот, и «Горячих» ушел в «Мега Титан», но у которого, к сожалению, пока в «Мега Титан» не очень складывается. – Ну, это время все-таки «Горячих» игрок ФНЛ, поэтому Балтики тоже, как и Николай Лаком, который сейчас транс-контринер, поэтому просто… – Воспиток «Спартака»… – Да, ну, просто надо время адаптации, потому что у каждой команды свой футбол, да, и все-таки, допустим, у «Мега Титана» он играет по схеме 3-3-1, поэтому… – И там не будет заточен никто под «Горячего», да? – Конечно, конечно. – А там выстраивалось, там четко было, как бы, да, чтобы играли… – На него. – Да, на него. – А здесь он правый полузащитник вышел. – Да, поэтому тут из-за схемы, под которую он попал, тут тоже здесь надо смотреть на это. А то, что игра у «Веера» удалась, ну, здесь, во-первых, конечно, виновата сама Турбина, которая, в принципе, была не в лучшем составе, скажем так. Вот, ну и самое главное, что ты сейчас в любом случае, Михаил, испортил настроение руководству «Веера», сообщив то, что игра с «Атлантизом», возможно, состоится, теперь спать не будет Станислав. – Потому что Станислава уже со всех сторон затравили, да, что… – Но он уже кричит… – Пока 5-0 не увидит. – Он уже кричит, что это его шестая будет победа, поэтому пусть подождет. Сохраним интригу до конца. – Павлу Смыку, кстати, здоровья пожелаем. Я с ним общался, поправляется. Сказал, что в апреле уже его, может быть, на поле увидим. Я думаю, что как только появится, сразу результаты вверх пойдут. «Сбровки» помогает, мы его увидим на всех матчах. Но он нужен, конечно, в обороне. – Защитник он действительно хороший. – Да, здоровье пошло. – Еще один низовой матч, точнее, один из низовых, точнее, низовой для этой команды, для этих двух команд, это счет, наверное, предполагаемый, ожидаемый. Это Кегли из Покаюк, 1-0. Удивительное дело, что 1-0 сбивает легендарный Дмитрий Козлов и забивает на первой минуте. И 59 сыграть это вообще. – Это кайф, это кайф, это кайф. – Это мои мечты. Стасу снится «Атлантис» 5-0, а мне снится вот такое, чтобы отлететь. – На первой минуте и 59 сыграть на ныне. – Это просто высший колотаж. – Две очень тяжелых команды, конечно, непредсказуемых. Причем, по-моему, что в прошлом году в чемпионате первой лиги команда из ПК «Юг» была номер один по ничьим. – И сейчас идет. – И сейчас она одна из таких самых мироволюбивых команд. – Шесть ничьих. – На секундочку. – Хотя у них тоже, в принципе, команда неплохая. Не знаю, ушел из команды Александр Тупов или нет? – Ну, это мы узнаем. – Тут, по-моему, играет, по-моему. – Постоянно он где-то в разъездах. – Ну, не всегда он приезжает, это точно. – Он выступает за сборную России, за врачей. – За врачей, да. – Да, поэтому уже… – Как и Ракли Шфурген Радзе, они чемпионом мира, кстати. – Да, они чемпионом мира. – По врачам. – Ну, там же и Богдан, по-моему, фамилию не помню, тоже из СПК, он играет. – Саша выбрал такую ипостась тяжелую, непростую врачебную лечить. – Угу, лечить. – Алексей Смертьев, кстати, недавно видели тоже. – Ну, кстати, я тоже могу сказать, что Каюк – очень симпатичная команда, упёртая. – Очень. – Но вот ничьи такие очень часто случаются. Даже не знаю почему. – У нас ничья с ними. И в прошлом году ЦДМ-2 тоже ничья. – Мы в прошлом году первой командой им два раза попали непонятно как 3-2. – 2-3. – Ну, это же ничья или в один мяч? – Сейчас каждый, смотрите, вы уже, Феникс Денгейд проиграл два раза. – Феникс Денгейд проиграл два раза. – Феникс Денгейд проиграл в первом туре. – Ну, команда, да, проигрывает, а всё равно СПК – раз где-то в середине, ближе к низу. Вот меня тоже удивляет, как вот эта команда играет, при том, что подбор и игра, в принципе, очень симпатичная. – Ну, у них 9-6-9, вот так чётко. 9 побед, 6 ничьих, 9 поражений. И разница вот почти 49-46, да. – Хорошая команда. – Хорошая команда. – Хорошая команда, достаточно такая. – Хорошая середина. – И последний матч, который обсудим, у которого у нас есть видео, это Константа и Портер. Что скажете про эти коллективы? Какое впечатление сложилось за первый круг? Константа сейчас идёт вверху, Портер пытается выбраться из зоны вылета. Судя по турнирной таблице, всё, в принципе, ожидаемо – 5-3. И вопрос главный – сможет ли обрести себя Портер после ухода Ульяненко? Или всё-таки Портер отправится обратно во второй дивизию? – Скажем так, моё мнение, что всё зависит от задачи, которую будет ставить руководство Портера, да, второму Портеру. Это раз. Потому что всё-таки эта команда такая опытная, опытный боец и кубковый боец. Тем более в таких ситуациях как раз этот опыт и проявляется. А что касательно Константы, да, ну, она ничего не удивляет. Она достаточно сильная команда и таким же запалом, да, кавказским, в хорошем понимании, да, то есть упертая, с хорошим подбором игроков. Не знаю, нужно ли им выходить в Премьер Лигу, интересно ли им этим же составом будет выступать. Я так понимаю, что этим составом достаточно давно. Но команда очень хорошая и очень сильная. – Ну, команда настроения, мне кажется. – Бывает, бывает, да. Да, если не идёт, она может как бы провалить. Всё зависит, безусловно, от настроя. Ну, вот тем, скажем так, и славится. То же самое, как бы, да, команда Алани, которую ждём в первую лигу обязательно. Они все, ты славится, кавказские команды, да, либо у них идёт, либо не идёт. То есть либо они как загораются, могут также и потопнуть как спичка. Поэтому… А так, команда сильная, с хорошим подбором. Средняя линия вообще была, я считаю, отличной, да. Поэтому Филатов очень сильный игрок. Мне кажется, если он так ещё подсбросит, он должен по-хорошему. Понятно, что он не уйдёт. Он не уйдёт. Ударами, да нет, никуда он не уйдёт. Удар, он на него поставлен, и поэтому никуда он не уйдёт. Вопрос в том, что, в принципе, если он подсбросит вес, конечно, это игрок может спокойно играть в Премьер Лиге, по достаточно очень сильному игроку. С хорошим поставленным игроком. Ну да, Филатов же играл за московское «Динамо». Ну и кроме Филатова, там есть Абалкулов, Митрофанов, Тарасов. То есть там очень хорошая группа атаки. Я думаю, что Константа, вот мой прогноз, если позволите, да, она будет в пятёрке. Однозначно. Конечно. И в стыках поборются. И если захотят, мне кажется, вот что-то чувствую, вот у меня такая чуйка, не знаю, сбудется, не сбудется, что Константа получит шанс сыграть в Премьер Лиге в следующем году. Вот. Мне кажется, вот ты видишь это настроение, у меня такое ощущение, что вот сейчас во втором круге они поймали это настроение. Две победы. Да. И, ну, всё-таки, линия атаки реально очень сильная. И команда сколько раз шутили, да, там, ну, многих спрашивали про Премьер Лигу, так, в шутку, не в шутку, в чате. Вот. Ни разу Константа, как бы, однозначно не показала, что она не хочет туда идти. Вот. Я бы, так сказать, вот такой прогноз сделал. Что касается Портера, то там Николай Новик с амбициями. Человек, да, Портер, который выиграл кучу кубков, да, всех в межсезонье постоянно берут трофеи, да. И команда постоянно, как бы, в общем тренировочном процессе находится с АФК Портер. Я думаю, что сейчас трансфер на Кнорскор у нас открывается, и не исключаю, что, учитывая, что основная команда Портера, ну, АФК, точнее, так скажем, не любят они, когда так говорят, АФК Портер имеет возможность привлекать из Питера, из Смоленска игроков. Я думаю, что смогут усилиться игроками из высшей лиги Портер СВ и обязательно прописку в первой лиге сохранят. Другой вопрос, а кто тогда у нас вообще вылетать-то будет по регламенту? Ну, ближе к… Шесть команд. Импульс. Импульс, наверное, да. Явный. Кто, наверное, и не желает. Так и не вернули Минича и Лянцева. Мы так хотели этого. Хотя, с другой стороны, нам это не выгодно, чтобы они вернулись. Ну, нам не выгодно, но при всем при этом, скажем так, уровень футбола немножко теряет, когда такие игроки уходят. Ну, конечно. Сильно потерял. Сильно потерял. Ну, и на сегодняшний день, на самом деле, если сейчас уйдет большая группа команд в Премьер-лигу и зайдут команды второй лиги, потому что, на самом деле, между первой и второй огромнейшая пропасть, я смотрю, даже как-то так тревожно становится. И в Премьер-лиге остается уже все меньше и меньше команд. Уже, в принципе, никто не вылетать не будет, потому что Готагов снялся. ЦДН в любом случае не будет прекратить существование. ЛЧО не вылетит, я так понимаю, да? Ни при каких раскладах. Возможно, что вообще никто не вылетит, учитывая, что команды снимаются. И руководство бы и радо, чтобы кто-то вылетал. И было бы вот это ротация. Но они же не могут с этим ничего поделать, да? Абсолютно. Ну, вот сюда опять как бы возвращаемся к тому, что надо какие-то, может быть, поддерживать команды, да, чтобы они входили, может быть, какой-то плавный период становления, попыток попробовать. Либо, наоборот, поддержать, когда там какие-то сложности есть. Ну, скажем так, есть в банках, да, замораживание там, да, долго. Так, может быть, и здесь как-то надо командам сейчас помогать. Я не знаю. Ну, надо что-то делать, чтобы сохранять. Потому что и самое главное, безусловно, надо менять поля. Потому что уровень полей, которые на западе, и уровень полей, которые на северо-западе, на севере, ну, это на юго-западе, на котором мы сейчас играли зеленый кубок. Нет, ну, ведутся переговоры и по изменению регламента в следующем году, и по полям. Все это, естественно, есть. Но не забывайте, что все-таки многие, там, «Спартак-1», «Северо-запад» — это арендованные поля. Нет, это все безусловно. Да. Но по поводу поля все, естественно, все понимают и ведутся переговоры. Здесь тоже не зависит только от нас. Тут еще и вопрос аренды и так далее. То есть какие-то нюансы не связанные. Согласен. Ну, просто здесь вопрос в том, что если, допустим, да, у нас мы единственная команда, единственная лига, да, которая уходит на перерыв зимой. Остальные лиги выступают в своих чемпионатах. И получается, что, в принципе, мы сталкиваемся с тем же, что и РФС, да, когда наши команды в Еврокубках выступают, они менее подготовлены, да, если мы брать «Трансконтейнер», да, не набрали форму. Мы заявились в зимний кубок только для того, чтобы набрать игровую форму. Ну, как всего. Вот, поэтому, да. И, в принципе, в этом году, по большому счету, чемпионат, погода позволяла возобновить намного раньше чемпионат. Поэтому, может быть, здесь и в будущем надо учитывать вот такие аспекты и перестраиваться уже по ходу сезона. Ну, это жизнь, здесь надо все мониторить. Ну, конечно, согласен. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Здесь еще пока, как я уже сказал, «Атлантис» на первом месте, «Кегли» вторые, тройка вот этих переходных матчей, «Дюпель», «Барс», «Балтика», далее «Феникс» и «Константа», кстати, по 43 очка. Ну, вот, пока зрители смотрят на турнирную таблицу, Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, «Денис 99», планирует ли бороться за выход в западную премьер-лигу? Ну, скажем так, зная мои амбиции, скажу однозначно «Да». Но давайте так поступим. Скажу следующее. Если у нас вот такое будет безобразие, как игра за речи, команде там делать нечего абсолютно. Другой вопрос, что я прекрасно понимаю. кем я могу усилиться в случае выхода в премьер-лигу, да, и определенные разговоры и общение с этими игроками есть. Ну, скажем, играют за другие команды наши сотрудники, поэтому пока не дергают, тем более признаются лучшими игроками в туре. Вот. Пусть играют, пусть набирают опыта, помогают своим командам, нашим друзьям помогают. Вопрос в том, что, ну а почему нет, если все нормально, два хай-тека же достойно выступают и достойно представляют свой Северный Уиль. Почему нет? Ну, есть возможность. Два Селтика. Два Селтика, оба, причем там второй-то даже зажигает чем больше, чем первый. Да. Наоборот, даже вот, потому что мы уже понимаем, почему такие вопросы возникают, да, там кулуарные разговоры, там, а вдруг очки, т.д. А с другой стороны, ситуация, допустим, с Селтиком и с хай-теком показывает, что там, наоборот, они умирать будут, чтобы не уступить. Я вам скажу так, что у нас точно так же будет, потому что там есть за что друг друга укусить и за что друг другу отомстить, потому что в свое время ряд людей были из первой команды переведены во вторую с целью получения игровой практики, с целью того, что, по моему мнению, да. Тоже Сосонкин, кстати, да? Нет, Сосонкин был переведен во вторую команду больше как спасительный круг, да, вместе с Герасимом и Ливи, потому что все-таки это игроки, безусловно, первой команды. Но дело в том, что просто так получилось, что эти ребята, да, Сосонкин, Герасимов, Манукин, Агеев, Александр, они вместе играют, они бывшие представители мимфутбольной команды «Молодая гвардия» Серпуховская, да, они там вместе живут, они вместе ездят. И поэтому и с этим в том числе было удобно для них, для всех перевести их в одну команду. Безусловно, соблазн попробовать себя, тем более и Агеев пробовал, и Перязев, и Сосонкин, и Герасимов пробовали на себя в первой команде. Безусловно, соблазн вернуться в первую команду, у всех есть. И на сегодняшний день Сосонкин и Герасимов, да, это игроки первой команды. Но, беря их, мне будет тяжело на что-то рассчитывать в «Фениксу-99». И это тоже прекрасно понимаю. Поэтому я пока и держу, сдерживаю. Лидеры, да? Да, безусловно. Но и на поле, и за пределами поля. Хотя самое парадоксальное, что Сосонкин самый молодой игрок. Но по характеру и по стержне, которая есть, это однозначно капитан, однозначно такой лидер. Как раз о Сосонкине, давайте посмотрим на таблицу бомбардиров. Пятерка. Первая – Андрей Стайн, мой твой подопечный. 33 забитых мяча. Евгений Горячий Фультра, но он уже ушел, он вряд ли поднимется вверх. Третий, как раз 28 – Николай Сосонкин. Четвертый – Артем Антошкин. Тоже знак вопроса большой, сможет ли куда-то. Ну и опять Андрей Митрофанов, Константа, 25 мячей. Так. Антошкин в составе «Феникса» сможет, да? Конечно. Почему нет? Стайн и Сосонкин. Кто будет лучше бомбардироваться? Вы знаете, я честно скажу, во-первых… Или Антошкин? Стайн или Сосонкин? Стайн пропускал тур, и тогда у него был перебор в желтой карте 4. Поэтому, к сожалению, мог бы здесь набрать счет 9-1. Такая достаточно легкая победа была, на самом деле. Вот. Да нет, мне кажется… Да какая разница для нас? В принципе, не принципиально. Я рад, что он, да, есть там в лидерах. Но для меня главный результат. И для меня, в принципе, тоже достаточно не по годам, а зрел и мудр. Что удивляет для померкам меньшей молодежи. Стайн у нас надо мной смеется, что я ему все время скидываю таблички. Хочу порадовать, а он не обращает внимания на эти… Ну, это здорово, это очень хорошо. Да. Ну, он профессионально играл, просто человек играл в высшей лиге Беларуси. Ну, что же ему там лавры, да, в любительской лиге. Он уважительно относится всегда, то есть, ну, то есть, никакой звезды никогда нету. То есть, он играет всегда, бьется там, стелется в подкатах. Ну, у него нет каких-то вот реальных амбиций, там, стать лучшим вот именно по этим показателям. Для него главное, да, чтобы был результат командный. Ну, конечно, наверное, ему было бы приятно, если бы он стал в итоге. Но сам он не следит. Если я ему не буду скидывать, а я буду ему дальше скидывать, то он просто не будет знать даже об этом. Ну, посмотрим мы о том, что получит у нас через 14 туров. Ну, а сегодня, наверное, все, то, о чем мы хотели поговорить. Передача «Натуре» подошла к концу. В студии был Михаил Меркулов, Максим Киселев, наш приглашенный гость Сергей Лоиньевич Теблецов. Спасибо, Сергей Лоиньевич, что пришли. Спасибо, что пригласили. Ну, и через две недели. До свидания. Играйте в футбол. Пока-пока. Без травм самое главное. Без травм самое главное. Без травм español. Поехали. Спасибо, что зрители ...